Задумываться о том, как же от всего этого отспамливаться, причем на ранней стадии, что делать. Нужны коры, коры нужны хорошие. Я думаю, может быть Death Profit взять с ее скрипт с вором, который позволяет отспамливаться. Ну да, есть такой вариант, действительно, скрипт с вором спамит она хорошо. Конечно, Джакира, еще у веги добавляется еще больше пуша, и можно им пушить не спеша, не подходя особо к тавру. Все прям отдают. Можно еще Шамана какого-то отдать сейчас. Давайте вега, Шамана. Шамана. Там пока Тускар от ЛЦ. Да, такой, ребят, пуш. Судя по всему, вообще... Это Кэри Лондруид, что ли? Это, скорее всего, трипла в оффлене. Давид Ликану, ну, кстати, неплохо. И Лондруид, который будет стоять налегкой. Скорее, старый склад. Хорошая трипла, будет тяжело действительно стоять против Венги, Дазла и Тусика. Лондруид стоит один на один. Очень хорошо практически против любого. Да, Джакир, Ликан явные бойцы. Сейчас не знаю, что нужно добавить, чтобы этот репла прям стал сильнее. Какого-нибудь зомби надо брать. Ну, точно не Шамана. Шаман жадноват будет, но не отводить вначале, если может получать себе левел. Или что Паришин напрашивается. Парата можно. Ну, да, можно, можно попробовать. Смотрим, что выберут. Они решили с Хардлинии начать. Боже, как они просто вот упарываются в эту цель добить во что бы то ни стало с умонами. Хороший выбор, на самом деле, потому что Хардлайнер, который, в принципе, с Лондруидом более-менее постоит. И самое главное, он может прилетать на помощь на нижнюю линию. То есть теперь нижняя линия уже усилена, хотя еще одного героя туда могут добрать. Я думаю, ЛЦ сейчас забанят какого-то сильного героя. Или может быть какого-то, наоборот, супер-роумера, который сможет помогать снизу, не смогли затерпеть и при этом все равно нормально сыграть. Ну что, там какой-нибудь либо сейчас зомби в бан, либо аппарат, либо что-то из серии... Я даже не знаю, честно говоря. Что здесь может в каком-то роуминге помочь? Ну, может в роуминге, может просто как раз для того, чтобы отзонить противник, какой-нибудь Скайман, кто довольно неплохо смотрится на легкой качестве саппорта. А на Энго забанили. Так, класс банк. Вега Складрон, не по тайпмидерам. Тут вот что брать, на самом деле, вроде как у ЛЦ есть чем инициировать, есть вроде какой-нибудь контроль. С АОЕшками, может, проблема... Ну, опять же, вопрос стоит в том, что чем отбивать этот смор. Есть только айс шар и вейв, этого будет так мало. Да, у нас все-таки страх, значит, зомби. Видимо, ничего ЛЦ не придумали страшнее. Ну и... Ничего страшнее это придумать, чем зомби на трипле. Дополнительное время. Такой ситуации. Может быть, Лину забанить? Лина, ТП, кто еще в мид может помочь в пик к ЛЦ, чтобы отспамли... Мид, что забанить веге? Да, мидера действительно нет. И, ну, я думаю, КВАПа сейчас будет. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. КВАПа очень хороша будет и против инвокера, и спамит она здорово. Ловить ее, не сказать, что есть прям много чем. Ей главное нафармить свое. Ну, посмотрим. В принципе, какой-нибудь БКБ агоним, и она убивает там кучу сумонов. КВАПа... Ну, вообще, Соник Вейв вроде как неплохо, но не всех сумонов. Она сможет загнобиться, какая-то мекка, и потом придется ждать кулдауна. Я к тому, чтобы нужна способность, которая, во-первых, дешево стоит, во-вторых, очень быстро перезаряжается. И кулдауна имела. ВР-ка. Ну, пауэршот. Пауэршот. Ну, получается, айшардс, пауэршот и вейв, но маловато все равно, конечно. Если пойдут вега-складрон с какой-то условной меккой под кучами аур, тяжеловато будет отбиваться. Но, с другой стороны, напрашивается, конечно, агрессивная трипла. Если там получится сделать какой-то экшен, то улца есть шанс. Просто, чем хороша виндрейнджер, не так много нюков. А виндрейнджер... Ну, инвокер пойдет через форжей. Виндрейнджер в нее виндране вообще ничего не пробивает. Ликан не пробивает с сумонами. Инвокер с сумонами тоже не пробивает. Фурион с пеньками не пробивает. Только с пылами ее бить. А с пылами... Ну, здесь нет супер жестких нюков ни одного. Чтобы ее забрать. Хороший выбор, на мой взгляд, вот с этой точки зрения. Конечно, все равно виндрен не вечен, но, тем не менее, какой-то там момент пережития поможет. Ну и вега, последний пик, это саппорт. Или ААА. Мы говорили про Аппарэйшона. Ну, мне кажется, сейчас вега что-нибудь похитрее придумают. Какого-нибудь, может, Лесника или... Ой, Лесника это вообще ужасно будет. Потому что их цыгнапят там просто. Ну, нет, все-таки не стали ничего интересного придумывать. Просто взяли СД. А СД, кстати говоря, неплохо комбинируется. Во-первых, с Жакиром. Во-вторых, ловит ВР-ку в Минране. Да, можно поймать ее и замедлить просто. И просто поймать ее в Disruption. Дать ей ничего сделать. Посмотрим, как в итоге все получится. Вторая карта. Ребята разбирают себе героев. И, друзья, напоминаю вам, что, как и по-прежнему, несмотря на поздний вечер, мы с вами общаемся на наших соцсетях, в частности, в Твиттере, по хэштегу RUHAPA. Либо же пишите нам какие-то же интересные сообщения по вот этим вот дверочкам нашим. Главное, не копируйте сообщения. Как в чатике? А, копчать, копчать? Да, не надо. Ты еще. Просто пишите, что-то интересное, скидывайте картики. Потому что нам точно хочется с вами как-то тактировать. Окей, героев более-менее вроде разобрали. Давайте смотреть. Осталось пять секунд. Да, потихоньку разбирают. Еще Джакиры не хочу, говорит, Джакиры играть, но придется. Семен, Джакира, Соло на Шадоу Демоне, Ноуан на Инвокере, Мак на Нейчерс Профити и Паша на Ликане. Приготовьтесь к битве. И Лондон конспирити. Итак, Солен, капитан команды сыграет на Дускаре. И Елопи будет у нас с Керри в Энджи Фолл Спирит. Кевка сыграет на Лондруиде. Суппортом будет Вивер на Дазлике. Ну, естественно, Бэйби Найт сыграет на медовой ВР-очке. Никто у нас пока не торопится. Никаких ТПшек не было. Естественно, союзно для того, чтобы проставить быстрые ворцы. Пешочком Соло пошел. Обс поставил на медлине. Там в чужие леса отправляются. В Лондон конспириции. Есть вордец, который будет проставлен. Ну, мы тут, в принципе, более-менее угадали. Это действительно должна быть триплав сложный. Тут три героя, которые просто обладают нюками. Нюк, нюк, нюк. Есть чем сцепить, есть чем инициировать, есть чем сейвиться в случае чего. Блочится, конечно же, отвод. Тоже делается против триплы, чтобы не имели возможности зарабатывать дополнительных денег и экспириенсы. Ну, в общем-то, все было читаемо. Ну, вопрос только один. Удастся ли лесок набить теплую Вегаску? Удастся ли им сбить все тайминги и темпы? Или же нет? Ну, вообще, на топ-линии мы с вами получим противостояние Фуриона и Медведя. Ты уже говорил, что Фурион смотрится неплохо против медвежонка. Ну, нормально, да. Пока пятого лева нет у Медведя, Фурион стоит. В том, конечно, тяжелее. Единственное, вот Медведь, если Фурион соберется улететь, если раньше до пятого лвла Медведя МТП сбить не мог, то сейчас он криком своим будет немножко оттягивать. Телепорт. Сожжет из такого варианта. Ну, сразу вызывает пеньков. Ак, кстати, уже еще в артец поставили ЛЦ. В общем-то, оба Медведя тут прекрасно видеть. Интересно будет, какого рода здесь инвокер. Пока мы видим экзорд, санстрайк готов. Кстати говоря, неплохо, что демон комбинируется не только с джакиром, но еще и с инвокером. Да, срабственно закинуть страйк можно. Ну и все, пошли свои триплой. Снизу ничего не стали придумывать Вега. Понятное дело, им тут нечего придумывать. Не поставишь же против Лондруида трипло. Он просто слишком много нахалявит. Так, Соло, поставил санстрайк. Надо тебе вардить, находить этот сервер. Пока сейчас посмотрит, Соло, где же он может быть расположен. Круги намотает. Ну, в ремонт случае еще один санстрайк поставил. Соло, ну сперва обошел с первым санстришником. Ну, чем второй? Решил. Нашел. Отлично. Спаивается немножко, потому что здесь подходит еще тускар. Съел аккуратненько вардец. Да, ну, спаун себе разлочил, поэтому можно сделать отводы. Как бы то ни было, конечно, пока паша тяжеловата. На ликантропе фармить не получается. Крепам подходить страшно, больно. Ну, слабый ликан на линии, что здесь и говорить. Венга, конечно, гораздо сильнее. И хороший в этом плане был выбор. Но ликан может перетерпеть какое-то время. Потом уйти в лес, оставить линию санпорта. Такое уже не раз делали. Все равно потом он, даже если вначале проседает, собирает свои там некрачи и с командой выходит с инвокером вместе, с таким большим куском. Делает много полезного. Пытался, кстати говоря, здесь Солен немножечко помешать, сделать отвод товарищу Соло. Двух репочков сперва взял на себя, потом они взяли. Соло и Солен. Соло и Солен. Два саппорта против друга. Ну, на линиях тут все должно быть спокойно. Других я и не веду. То есть, ну, медведь против нэчиспрофит. Окей, если маг не завтыкает, то не должен отдаваться от медвежонка. Вот как сейчас, например, маг осторожней будь. Храней, конечно, здесь нет, но все равно пробивает довольно серьезно. Ну и в миде, понятное дело, тоже, чтобы инвокер или вверг друга убили, это нужно очень серьезно постараться. Так то все наше внимание пока будет приковано к линии нижней. Башню Сил Света на центральной линии атакуют. Так, подцепили эти срабшин санстрайк. Тоже туда, куда и спам. Бивер подхилл, шелугрейк на себя будет. Пошли снова болт, а всех потанил. И Бивер будет, судя по всему, спасать. Да, живет Бивер. Не смогли его пробить. Но маленький ровел еще пока санстрайк. Да, и хавль, в общем-то... Ну, нету волков каких-то дополнительных. Но, тем не менее, смогли хоть как-то здесь попробовать поменяться. Раскачать линию, за счет чего сейчас Паша хотя бы нескольких крипов добьет. Ну, самое главное, что, конечно, требуется при такой комбинации способностей, это убить именно с Берста. То есть, чтобы вот санстрайк, айс паф и это сдуло против. Во всех остальных случаях всегда будет от Даззла, шелугрейк. Просто, да. Поэтому... Поэтому икзорт нужно промаксить здесь будет, конечно. Но он пойдет как минимум в 4-е нужно вкачать, чтобы 2 фаржа появились. Может быть, потом 4 кваса делать, чтобы 2 фаржа были. И потом уже будет опять максить икзорт. Так, в принципе, Инвокер делал у нас, по-моему, в Вега делали на первой карте против Ликвида. Так и было. Тут ходит немножечко тускар. Судя по всему, есть надежда даже загангать Инвокер. Какая-то небольшая. Ну, второго, по-моему, тусик. При этом, конечно, не хочется и надолго Далу свою оставлять. Без своего внимания. Иначе здесь получат фарм Ликантроп. Можем начинать крипов бить. То есть здорово. Прикрессинный в трипле. А, Медведь там фармит Криньков. У него пятый левел будет. Тут же последнего крепца зафармить. Пытается его харасить, конечно. Маг. Неплохо получается. Слушай, а тут он приходит внезапно на хасте. И сэйф и шрор. Что делать? Как отжить? Шрор и ничего не делать. Может быть, с Санстрайком попробовать? Нет. Все. Пришел на хасте. Ушел. Хорошо сыграл Медведь. Быстренько сориентировался. Не дал себя забрать. Топовый крепстат имеет. Тверочка топ-2. Инвокер чуть просел. Даже сильно просел как-то. Уж очень. Возможно, его тусик там запугал. Но вот смотри. Уже оставляют Ликану немножко линию. Но с другой стороны, тусик мешает инвокеру. Довольно-таки серьезно. Он вообще ни разу не показывался. Инвокеру даже не знает, что он там находится. Вот только сейчас у Скарба ходит. Против Ноу Ванда. Это Айс Шарц. Подвязал неплохо Бэби Найт. Повершот. Но не добивает. Не добивает. Айс Пасс на развороте. Путается в эркандрации против Ноу Вана. Под Виндраном. Хватит. Ну да. Но Вана прогнали на базу. И на нижней линии трипла слабло. Осталось дабла. Продолжает здесь Винга доминировать над Ликаном. Ну, хотя доминации уже такой нету. Но только потому, что они три в два играли. Опять ушел отсюда. И Винга начнет его размять. Все верно. Все верно. Ну, Пар вообще догнал уже Вингу по этому самому крипстату. Сейчас у Паши полный порядок. Тускара не хватает. Но и Тускар ведь тоже особо полезного ничего и не сделал. Не успел. Не смог он загангать. Фраг не удался. В итоге. В итоге пока не так хорошо все полноценно, как хотелось. Все-таки начальный был план с доминировать нижнюю линию. План пока провалился. Да, план Капкан. Бурен внезапно стал КС выше, чем Медведь. Крипстат хороший. Очень мага. Есть уже ультимативная способность. Сейчас он крайне полезен. Физе забрал. Стало легко ластхить. Медведю все-таки требуется два сапога. О, Медведь сейчас свое тоже возьмет. Думаю, что отставать сильно не будет. Вот то, что ультимейт есть, да, это может помочь еще как раз-таки с Берстом. Ну, уже идет Соллотис Рапшин. Сейчас будет у него Санстрайк под Солкейчер. И опять Шелокер. Делает ТП. Да, и просто уходит ТП. О, краешком. Да ладно, Дазл. Еще и ловит с прутами Солена. Солен спасается. Можно накатиться Волчка. Солен накатывается. Волчка очень хорошо. Уходит как раз-таки. Здесь же Йелопи. Но Йелоп слишком плотный. Ну и в итоге забрали одного только Дазлова. Ферст Блад. Конечно, прогнали Теплу. Но оказались снизу в четвером. Немножко это неприятно. Да ладно. Фурион прилетел. Особо ничего не тратил. Телепортаж. ДТП опять налетил. Ну, он попытался на миде тем временем с Бобби Найтем посражаться. Но Бобби Найт просто его с Фокус Файера пробивает сильнее. Слушай, он возвращается. Фокус Файер еще работает и в Инвиз. Опять же Инвиз работает. Отлично. Хорошо играет Бобби Найт. Посмотри, 26 на 10 против 16 на 10. На 10 рипов. И все время Инвокер заставляет где-то либо отступить, либо вставать какой-то не тот спелл. Инвокеру, конечно, тяжко. Так, появится скоро Файзу в ВР. Инвокер вот сместился, мы видим, в лесах. Побить к три почков. Стандартный Инвокер, который купит себе хэнд оф медас. И за счет того, что будет получать много экспрессии лишней, будет, естественно, и прокачивать свои сферы, которые позволят в кастов все лучше и лучше нюки. Вижу я, как не получается Медведю никак помешать Фуриону фармить, потому что просто не успевает надежно прибежать. Но Файзу Маг слишком. Лобл-Стмэйн уже получает себе. Ну и аккуратненько смещается, пока подбивать кэмп. В целом, все минуты прошло у нас. В общем-то, все очень хорошо. Вега Складрон пережили, а не напасть из нижней линии. Хорошо простоял свою линию Маг. Ну и, в принципе, Инвокер свое тоже имеет, получает бабки. Просит рассказать об Оби Найте, как об игроке. Да, на самом деле, не так много я могу рассказать о нем. Он уже не первый год пробует себя в Доте. Перешел с Старкрафта. По-моему, он даже в Na'Vi играл в составе, в каком-то Старкрафту. Ну, второму имеется в виду. Да, с того, как он играл, он был в профессиональной команде. А вот сколько именно, я вообще сказать не могу. Ну, по-моему, в Na'Vi он поигрывал в свое время. Но, так, напали на Виндрейнджер. Не свает она убежать. Просто нереальный проказ. То есть здесь сдувает Джакира. Это очень больно ей досталось. Ну, и не успел прийти Датсу. А, у Датсу там даже ТПшки. И потом он как раз меня отменил. А, он отменил. Ну, да, не успел подсейпить. Так бы вполне могла выжить. На самом деле, чуть там не хватило, чтобы убежать. Виндрейнджер ловит именно после того, как ты прошел Драпан. Это самое худшее. Если до, то хотя бы можно как-то потом часть физики срезить. Но после это провал. Ну, сейчас, да, уже, откровенно говоря, конечно, и магии хватает. Много залетело от обувителей. Сначер с профит топ-1 по надворцу. Наравне с Медведем. Ликан где-то, ну, чуть опережает Винку. Но тоже плюс-минус наравне. Верка с инвокером тоже ровно. Ну, в принципе, все максимально ровненько. Вега тысячи ведут в голде по экспе. Тяжело сказать, что большое преимущество. Снова с Айрон Талоном на Спирит Бир. Ушел фармить свои леса Кевка. Сделал все это прекрасно Джакиру. Летает здесь. Есть вордец, который можно поставить в леса, чтобы контрить перемещение. Ну, либо саппорт в любви. Поглядел, там, есть ли какие-то стаки или что-нибудь еще. Поставил в сервер и пиджать. Идти вниз. Помогать паше, который выходит в свой стандартный Владмир. Ну, из игры в игру, понятное дело, у Ликантропа особо item build не меняется. Покупает Владмир, покупает некрономиконы. Может быть, меняется порядок. Суть остается та же. Что, как маг через драму Faint Jones. Таких дочес-профитов мы с вами видели на протяжении двух этих дней квалификаций. Маги, которые на куренах, ну не только маги, но куренах, покупают себе барабаны, а потом уходят в академ. И пушат, давят, давят. Ну да, здесь, может быть, сработает так много АОЕ, пока у медведя какого-то мюльнера не появится. Ну и все, и тут пушат нижний лай. Пошел Хауль, балки рядышком. Крепо передаются очень быстро, есть уже формула Паши. Ну и вот как он спомнят. Давайте посмотрим. Ну вот Сейвич Роур, окей. На пару секунд это помогает. А вот так вот приостановлются перед миром, и перед миром сейчас просто съедят. Пам. Еле слушаю. Ну наоборот. Ну на самом деле, какой-то шадоу-демон с аганимом, или просто постоянно улетящий в этого медведя, может быть очень неприятным. Потому что медведю тяжело против замедления, как мы уже видели там, с Родо Фотосом. Ну и остановили на некоторое время, здесь маг пожадничал, не стал идти в пуш. На самом деле он пытается отвлечь, но это все не очень здорово, потому что ему вышку разбивают чуть-то не быстрее, чем снизу. Хотя сверху ее ломают два героя, а снизу ломают три. Причем с кучей сумонов. Ну ладно, не вышло здесь немножко у Вейки. Мэйбенайт сместился опять же в мид. Очень много артефактов нужно в эрке, чтобы быть полезным. Непонятно, когда вообще начинать воевать, после аганима, или после блинка, что вообще собирать первым. Я думаю, блинк сначала надо сделать, вряд ли аганим здесь поможет. Ликан забирает вышку, закрывают Солина. Солина ничего нету, дает сноубол, но обманул здесь. Слушай, Паша разворачивает до конца, но и сейвит Шрор. Вот так быстро обратно убегает с Сейвит Шрором. Как бы ты прибежал, так быстро ехал. Ну, даже еще быстрее, там же дается еще 20, по-моему, тенденцев мувспида. Пытались перехватить здесь Пашу. Паша нашел лазейку. Так, а вот здесь выход очень неожиданно. Летит сюда Соло. Как бы он не ошибся. Лоу-грейв, тапаут бы надо. Но не уходит. Шакирес допадает, сразу же свапают Соло. Сзади в эркер отрыли довольно серьезно. Минус Соло в размин от Азла. Есть колдснэп, и Бенайби есть винран. Включает, Мак зажимает спруты, проедает проход себе Бенайби. Неплохо сыграны. И благополучно должен сваливать. Блохой размин получился для ЛЦ. Да, 2 в 1 стянули сюда почти всю команду. При этом еще Лен выиграли. Здорово. Одну единицу золота потеряли Вега. 761 выиграли ЛЦ. Пока что очень равная игра. Здесь, конечно, еще ничего не понятно. Вега вроде бы ввели, а вроде бы уже и не ведут по экспе. По золоту впереди только за счет вышки сломанной. Но сейчас в ответ упадет Силтауэр в скором времени. И стяжка его задефить будет. Ну и смотрим. Смотрим бы на медвежонка, который таки покупает себе этот Gloves of Heast. Это говорит нам о том, что будет, конечно же, Майлстром. Вряд ли медаст. Медаст пассивно очень и очень долго. Ну да, тем более, что здесь вот эти с молниями он может быстрее расформиться на суммонах. Ломают вышку, пошла фертификация. Сверху также падает Тавр. Пытается его сденять. Денять урну-уан. Бубинает. Соло. Соло. Начинает с инвиза, с мака иницировать. Йелопи подставляет своего пимера. Пимер успеет. Но все-таки души логрейв. И уйди. Да, шелогрейв есть. Пошел страйк. О, Йелопи. Йелопи очень больно. И в заходе там мак за спину. Есть пруты. Йелопи будет падать. Вот, Дазл. И медведи наши сматываются. Хорошо, Вега расконтролили. Забрали и одного, и второго. Не дали никому смататься. Дазл там не пытался заспейсить и убежать в противоположную сторону. Ничего не вышло. В итоге теряют двух героев, и Вега сразу же могут попробовать перейти в пуш. Также инвокер еще и помиду пропушивает. А, вообще, причем появился как раз. Появился Владмир только-только у Паши. Действительно, можно попробовать. Тем более, что и Сема третий ликвидфайр уже имеет. Ну, как-то вот Мах не торопится, мы видим. Мах больше по лесам, пофармирить, по гангать. Ненастроено серьезно давить. Мы еще не время. Ну, не торопимся никуда. Да, по-прежнему, топовый Нетворс имеет. Девка. Еще 200 голды. Он себя ощущает. И дрейнджер никто особо не напоминает. Ну, вот пошла она в Аганим все-таки для начала. Хочется сначала Аганимчик зафармирить с фокус фаера. Ну, того же Мишку убивать. Тоже очень серьезно. Какого Мишку? Здравствуйте. Здравствуйте. Какой сейчас? Трестляция у нас идет? Ладно, я спешу на то, что я устал и вообще... Ладно. Вообще, просто если Медведь будет плохо играть, можно своего мишку убить. Можно и своего, да, порешить с фокус фаера. Ладно, если что, то... Как говоря, непонятно, против кого я использую здесь фокус фаер. Ну нет, ну зачем просто лететь против мишек? Лететь против мишек и просто на любого кор-героя, там, того же инвокера, ликана можно пострелять. Ну и, конечно, и статы дает, безусловно, в эрке. То есть, нужна выживаемость, хотя бы отнюков не... Трипла в легкой против Триплы, сложной от Вега Складрон, появлялась в 16 играх, побеждала в 13 из них. То есть, это как бы хорошая у нас... Хорошая черта, что ли? Ну, просто умеют играть против Триплы противников, что важно, и что самое главное, не умеют подстраиваться именно в драфте. Потому что берут не зря таких регионов, которые помогают. Ну, скорее, если я правильно прочитал, то, скорее, наоборот, не очень хорошо получается у Веги. А, не проигрывают в 13? Да, Трипла в сложной, появлялась 16 раз и побеждала в 13. Ну, Стронин нам... Это против Веги? Да, 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 против Веги. Ну, тогда понятно. На Фуриона напали. Так, слушай, а Валерас Панч-то не было? 3 ТП, просто 3 ТП, Солин, продажу. Ну, да, Солин здесь разрывают, но 3 ТП, это, конечно, жёстко. Говорит о моментальной реакции, но Вег, конечно же, сразу со всей этой братвой пойдёт пушить и ради на топе. Просто сразу ЛЦ передвигаются вниз, и одновременно с этим ещё и мид можно подпушить, дефить, потому что это всё тяжело. Забили вообще ЛЦ, ну и забирайте, говорит, свой тавер, мы чё не п***муем снизу. Ну, и правильно сделали. А, они Рошана придумали, вот они что придумали, а Бэби Найт с дабл-дамеджем? А подходит Йелопи, у которого есть уже первая аура, есть вейв, и слушай, Рошан-то падает. Ну, красавцы, что я могу сказать. Это, на самом деле, дефолт, когда ты играешь за Дайр, тебе идут сносить Ти-1. Там всё здесь чётко сделали, никаких сюрпризов. Забирают ещё немножко форжей. Очень выгодный размен Аегис на Ти-1 вышку на топе. Всё равно Ти-1 вышка на топе, но её нереально долгое время рефить. И она, в принципе, тебе не даёт никакого стратегического преимущества. Она стоит где-то в углу, она ничего не контролит. Даже несмотря на то, что она стоит, можно жать в лес глубоко. Не, безусловно, конечно, ЛТВ выбрали самое, наверное, крутое решение в данной ситуации. Да, теперь бы ещё как-то с этим Аегисом подраться. Понял, что Ром появился у Спирит Бера уже, более-менее. Сейчас появятся ОВР-ки, конечно, через 600 голды. Я думаю, тут прям в Мьёльнир стоит идти сразу, потому что Молния чуть сильнее, а пеньков будет много. Нужно как Фурион. Фурион уже полагонимый срал. Мьёльнир окупится. Представь, там 50 пи*** делают по одному удару по мишке, он там теряет треть хп, и при этом вылетает 10-20 Молнии. И всё умирает сразу. В лучших раскладах Вега будут сражаться против Мелнира, но вообще есть всякие там условно-десрабшины, и можно просто элементарно не бить. Как говорят, тоже. Сам Молния-Медведь тоже будет, конечно, выдавать, потому что будет... Да, это поможет ему тоже отпушивать и фармить нормально. Сомнительный очень Веджа Фулд Спирит от Геллопи, который позиционирует себя как именно Керри, герой, который будет фармить. В итоге нафармил себе только на шестой надворст на карте, хуже всех остальных коров. Причём, вот идя на линию против Ликантропа, уступает ему там по надворсту тысячу колокола. Ну да, такая себе получает эре у нас Венга, но потому что стояла в трепле, и не задомировали эту трепло, а фармит Венга медленно. Напали на Венгу, нужно давать ей грейв. Отличный грейв. Просто не успел гиджат. Нужно давать себе грейв. Отличный грейв. Отличный ТП. Венга резается. Стан здесь же. Виндрейнджер приходит. Ликан ультует. Пойму пока что, кто разваливается. А медведь, Северферрор. Очень быстро его сваливают. Минус он. И пытается Елопи тоже достать. Идёт Паша вперёд. Елопи проседает. Далстан. Бэйби Найт здесь. Под фокус-файром проговняет этого Ликантропа. Ну, сумоны грызут Елопи. Елопи не может уйти. Айспас. Перекрывает дорогу. Бэйби Найт. То Макс будет цепать спруты. Даёт спруты под Виндраном. Дальше пошёл Дисрапшн. Болом пытается помочь Соллен. Путает коллснэпы. Бласты тоже отправляются. Наверное, минус 3 без потерь. Делает Егис квадрон. Красавчики. Вега. Отличная драка. Да, не стоило сейчас, наверное, ЛЦ ввязываться. Но, с другой стороны, их поймали в такой позиции, что и... И сливаться не хотелось. Тем более, у них была Егис. В итоге, 4-х забирают. Никого не теряют. Просто не хватает дэмэджа, тупо. Для того, чтобы... А, Венга ещё только-только покупает себе. Верка только-только покупает себе. А гоним. И в результате теряют вышку. Ещё одну. Там сейчас у Веги преимущество будет очень серьёзное. И, на самом деле, это серьёзная заявка на победу в этой игре. И на выход со второго места. Всё у Веги замечательно. 7500 монет они ведут. Суммарно после всех этих разменов и сноса Тир-2 Тавара. Этот играть ничего не обновился. По экспириенсам тоже преимущество в 5. Игры две коны третьи. Много денег, много артефактов. В результате должно появиться у Вега Складрон. Ну и как-то у Шел-Ц, конечно, совсем... Не важно. Блеклы, я бы даже сказал. Ну вот от них мы каких-то супных выходов не видели. Даже не крутых выходов мы тоже не видели. Да пик у них немножко. Ликана не загнобили. Медведь подняться не успел. Засплитить не успели. В итоге одну вышку только снили. Вот нести сейчас пару вышек, и ситуация станет опять играбельной. Точнее, до этого. Они проигрывали 5 тысяч, носишь пару вышек и продолжаешь сплитить. Но драться сейчас ни в коем случае нельзя. А как мы знаем, ЛЦ не особо в такие игры здорово играют где-то с нельзя. А они все время куда-то ломят. Сейчас просто все проще. Ребята из Вега Складрон идут просто-напросто сейчас носить Тир-2 и, возможно, заходы на хайграунд. Просто у них для этого есть все. Есть у них Некрономиконы 3, есть вторые у Паши, дополнительные еще Фоджи Спириты, Сумоны от Мага. Есть Владмир, куча аур. Ну, в общем, вы увидите. В примере Тир-2 Тавара. Вашнюю силу тьмы на верхней линии атакуют. Был Тир-2 Тавара, собственно, вот так вот его нет. Глиф, напомню, тоже нет. Вашню силу света на нижней линии атакуют. Тир-2 Тавара нужно проявить какое-то героическое сейчас маневрирование, позиционирование, технику исполнения, показать все, что они способны, потому что Тир-3 не будет. Смотрим лифм, сноубол, как-то смотров нужно разбить, где медведь, главный убиватель Сумонов. Влетит. Хорошо, это здорово, потому что Тир-3 уже поширяли. Да, Тир-3 пеняли, правда, не крачей фаржей убили, остались пеньки, но барак-то падает. Падает от этого, вполне хватает пенечек, нормально. Да, очень мало АОЕ, конечно, просто с этими пеньками особо не справятся. Вот только сейчас забирают пеньков. Лондруид, конечно, изо всех сил пушит. Я очень рад за него. Швак, у тебя сейчас пойдет сторона, пока ты бьешь Тир-2. Я думаю, что... Ну, а что он сделает? Он здесь особо даже и не поможет. Медведь, у тебя же волни, ну Сумонов подгрызать надо, ну хоть постараться. Если не стараться вообще, можно просто игру отдать и не играть. Ну, самое глупое, что можно это сейчас начинать драться, когда барак ужевал. Либо уж до конца бы оставался, зачем ты пришел сюда. А сейчас да, потому что уже сильно бараки были потерпены. Ну, на самом деле, это кассика жанра, так как очень часто происходит. В итоге просто Вега даже и не собираются драться, просто аккуратненько отступают. На лондруидовского Медведя положили тиммейт Шадоу Демона. Ну и в итоге снесли по атаке. На халяву просто. Сносят бараки и уходят. Просто легчайшая сторона для Вега Сквадрона. Ну, Медведь, правда, спушил свой тавр. Видимо, после этого он, собственно, и вернулся внизу, который... Ну, бараки, конечно, неравнозначный размен. Вообще никак, то есть... Понятно, можно было, но я не понимаю, зачем Ведь покупал Сэр Майл Штром. Вот их цели, если ты не собираешься с умами драться. Ты, ну, чуть ли не единственный персонаж, который может помочь в ВРке откидываться и отспамливаться. Ладно, вот как-то не получилось. У Кевки, Кевка теперь стоит. Топ-линия по-прежнему подпушивается Вегой. Ничего абсолютно не мешает Вега Сквадрона. Сейчас пересобраться в другой линии не так же продолжит свой... В базе протейка. Ну, вот разве что ЛЦ решили что-то менять. Так, ЛЦ. Нормальный выход может получиться. Джакирос. Мимо просто Джакирос пробежала по Вебинаре. Зачем? Куда? Вебинаре, что делаешь? Прекрати. Он хочет поймать чего-то, понимаешь, что там не один. Да, но мага не смог заповерштотить. В итоге тут Джакироса бы убить. Я не знаю, ВРка просто не помогает. А Джакирос живет. Это такой эпик. Густфайр мертвого Джакира уже фактически. Ну, хотел поймать еще кого-то. У них на самом деле Лекан из-под носа убежал. Они могли его забрать. Хотя, честно говоря, учитывая, как они забирали Джакира, у меня сомнения в этом. Есть такая русская пословица. Многие ее знают. Лучше Джакира в таверне, чем Лекан, втаптывающий тебя в землю. Ну, просто действительно можно было остановиться и убить нормально двух героев, чем идти за магом, который сделал teleportation. Ну ладно, в любом случае LC. Пробовали. Получилось сделать килл. Хотя бы они приостановили на парочку минут Вега. Минуты, наверное, громко сказал, да? И все-таки, наверное, на минутку не более, потому что вновь собираются Вега и тут пушат нижнюю линию. Пушивает топ также маг. Ну и бушурочек появляется все время в лондроиде. Да, уточнение пришло нам по стате, что все-таки Вега побеждают своей треплой. Это похоже на правду. Да, потому что я уже помню ни одну игру, где они вот так вот с Леканом терпят в начале. И, кстати говоря, в этой они особо и не терпели. В этой они нормально там со второй минуты стояли уже. Так, хотят в маках ворваться. Вышка падает. Фертификацион есть. Ульдаззла, Шекл, Верка запрыгивает. Выстается запокусить соло. Бласт отличный, просто откидывает всех. Мак будет лежить, баш срабатывает, маг дают. Высимейт Пориона пошел минус Даззл. Гелопи лоу-кп пытается уйти. Ну и разваливается герой ЛЦ пока. Но Ван здесь выживает, погоня дальше. С Граномиконами, Волчонком за противником. Ну а Верка убивает инвокера своим пауэршотом. В итоге 2 в 2, двух коров на двух саппортов поменяли. Очень хороший размен для ЛЦ. Слушай, да, как-то тут подставились в Вегах. Причем я думал, что инвокер должен выживать. А он погиб по огромнейшей дистанции, просто подставившись под фауэршот. Да, хорошо его прострелил Бэйби Найт. Но тем не менее, все равно, в общем-то, гораздо сильнее все еще Вега. И по-прежнему сторону верхнюю они имеют в своем активе. Может быть, Рошана какого-то ждут? Сколько он? Да, он скоро уже появится совсем. И после этого можно будет попробовать зайти аккуратненько. Ну, у Верки уже появился блинк. Бэйби Найта ловят Соло. Соло, Бэйби Найт делает телепорт. Айт Спа, не опускаю. Соло его просто взорвал четырьмя стаками яда. В итоге Бэйби Найт отдается на ровном месте. Так, у Инвокера есть Трэвела, он сейчас вернется на линию. Можно, в принципе, продолжать пушить, а летит сюда Инвокер. Минимум Верку можно развести на байбэк, потому что там еще и Солор Крест. Нет, потому что пока Верки нет, просто забрать Рошана. А Верка выкупилась, лоу. Ну, если бы Верка должна сейчас пушить свои линии, прожимать смок и идти в драку за Рошана. Ну, да, иначе это было бессмысленно. Но они не успеют. Плюс ко всему, они еще бегут под Вардом. Вега Складрон, их прекрасно видно. Тут даже если бы сразу побежали, не успели бы, Рошан падает вполне иносно. Ликан его забирает. Ликан готова БКБ. Сейчас будет разнос. Дефицит здесь нереально. Проигрывают 13 тысяч против такого пика. Их просто там пеньки сожрут. Ну, мы видим уже, как идет просто по этих Сумонов под Хаулем. И Сумоны просто разбираются с первой Стер-3, а потом с Бараком. Мне в Твиттере пишут некто с Сен-Жин-Яша самое лучшее решение, если вас пушат, пойти забрать Рошана за Дайр. Как ты считаешь? Я думал, что... В прошлый раз он писал, что надеюсь, меня соберут. Я думал, что он напишет самое лучшее решение, это собрать Сен-Жин-Яшу. Момент, когда он спушит от Сен-Жин-Яшу. На Медведя. Бэйби Найт. Найт. Срапшин хотел подловить. Я ожидал такого от нее наглого выпада. Непонятно, как отбиваться ЛЦ в такой ситуации. Что вообще делать? Потому что приходит Мак, вызывает пеньков. Фарджи новенькие пошли. Медвежонок вот тут, конечно. Эвершор пытается не дать запушить. Пошли. Правый этап Хуреона. Я уже вижу пеньков, которые бегут по всем сторонам. Пашу связывают, начинают фокусить. Но Дисрапшин спасает Йелопи. Очень битый. Пашу в итоге могут забрать. Паша живет, не прожимает БКБ. Пошла Макропира. Медведь первый раз забрали. Перепризывает. Перепризывает. Столько фокуса было потрачено на то, чтобы убить Пашу. И Пашу в итоге не убили. Свап инвокера. А вот Нувон зря так сделал. Его стирают в секунду. Бараки, кстати говоря, почти не пробили. Сейчас на развороте. ЛЦ. Сноубол на Пашу. Паша есть БКБ. Хочется, наверное, потерять. Эксу, что потом только взять БКБ. Вот БКБ-то паут. Ну окей. И Сема тоже. Сутили. Биби Найт не успевает. Ой-ой-ой. А как Арша срабатывает. Ой-ой-ой. Башер. В итоге Башер. Башер. Башер башит. Биби Найт там. С фокус файра под минраном. Паша уже без формы. Без БКБ отправляется в таверну. Ну вообще-то да. Они очень круто дрались. Они почти ничего не потратили. Только одного разве что Сумона отдали. При этом забрали Аегис, Инвокера. Три тысячи заработали. Четыре тысячи отыграли. По XP также хорошо. Самое страшное время, когда тебя пушат с Аегисом, для них теперь прошло. Кстати, Винга тоже купила Майл Штром. Возможно, это, как и говоря, именно такой, знаешь, залог успеха. Потому что все бьют, волни и вылетают. Сумонов много. Надо их как-то убивать. Ну, скажем так, в общем, все по-фигу Вегис травмлено на самом деле. Вроде вот Ликанток, который имеет БКБ Аегис, он сперва терпит, а потом юзает только БКБ, когда уже убегает. Так не должно быть. Каким образом вообще он связал этот Бэйби Найт? Какой-то он читер. Боже, как это произошло вообще? Это бред. Это реально бред. У него в обратную сторону вяжут теперь Шекл. Нам нужно посмотреть это все. Нет, там какая-то, конечно, замануха с Форстафом была, судя по всему, от Шадоу. А я знаю как. Просто когда он убивал Соло, у него было КД-3-2-2. А когда у тебя 3-2-2 против Соло... Это бредка. Отличный план. Я не мог не связать. Это, кстати, правда. Тусик забрал фраг, у него стало 3-2-3. Мы вообще редко врём, на самом деле. И все наши истории про G2A.com это абсолютная правда. Да, и действительно, игры там продаются по весьма выгодной цене, поэтому можете приходить и покупаться обязательно. G2A.com Ну а если у вас нет денег, то вы можете всегда ставить на eGamingBets и заработать немножко. Это идеальная схема, на самом деле. Да? Не просто же так. Ставите бабки на eGamingBets, выходите в бабки из eGamingBets и зарабатываете их на мату. Покупаете игры. Продаете, зарабатываете больше, чем право. Опять ставите на eGamingBets и покупаете на G2A. Слушай, идеальная схема. Идеальная схема. Идеальная схема. Так, ну вообще напомню, что на LCA там был коэффициент порядка 6. Это на весь, победу во всём матче, но видим, что 1-0 в пользу Vegas Quattro. Ну, вторую карту там был коэффициент порядка 2.75. И если вдруг как-то LC сейчас делает камбой и выиграют таки вторую карту, которую они выигрывали у всех в своей группе, проигрывая первый у Салат, ну, вы могли заработать пол яхты. В параллельном матче Седой имеет плюс 40, точнее не Седой, а Легионг имеет плюс 40 дэмэджа на какой-то там 15-й минуте. И, ну, скорее всего, 1-0 уже Торнадорокс ведут. То есть они продолжают молиться и верить. В LC, а LC пытаются дать им шанс. Если сейчас получится драка, могут сделать камбэк. Но позиция ужасная. Куда ж ты пошёл, дружище? Всё, на Дазла, но его неудачно спрятали. В итоге очень хороший лекал удаётся. И Пашу могут стереть. Паша нужно бежать. Паша убегает. Сгрызает. Сгарда. И он, кажется, наверно, мага пытается фасфайр забрать. Маг тоже довольно живучий, но толстенький герой не удаётся забрать за фасфайр. Просто не удаётся. Минус Медведь. Йелопи падает. И, кажется, Торнадо, Рокс зря стараются в параллельном матче. Потому что LC им шансов не дают. Ну, у Медведей нет байбэка, да, и LC не дают шансов. Не, на самом деле, ну, даже неплохо всё получалось у LC, но тут просто микро-моменты. Это Дазла, потому что его льдом Фариона убила. Это за фасфайр не загрызли контор, потому что не хватило урона. И то же самое Смага. Ну, не дофарм. Просто не дофарм. Ну и плюс позиция была ужасная. Правда, эту удачную позицию Венец смогли прям по полной реализовать. Ну что ж, тем самым Лондон Конспирси оказывается у нас за бортом, как и Дорнадо Рокс, как и Элемент Прогейминг. Да. Ну, а Вега, Вега будут идти со второго места, судя по-другому, или с первого? Ну, со второго. Со второго, да, на первом Ликвиде у нас, уверенно. Продолжают тут драться до последнего. Верка, Верочка погибает, байбэка нету. Даётся Тусик, Тусик погибает. Считается он, конечно, тут, так гулять до портаном. Байбэк, Вега Складрон, молодцы. Выигрывают две карты подряд, не оставляя шансов для ЛЦ. Ну и, конечно же, просто передают они пламенный привет сейчас ребятам из Рокскиз и Элемент Прогейминг, потому что они оставляют их за бортом этой квалификацией. Если мы ничего не путаем, то, по идее, с первого места должны выходить ребята из Team Liquid, а со второго места должны выходить Вега Складрон. Да, мы ничего не путаем. И, на самом деле, стоит отметить, что ЛЦ подольше поддержались, чем Мамос Бойс.